МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь проект от Могилёвской молоди в областном республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси». Ёлка Жаданнио на Могилёшине распочалася доброчинная акция «Цуды на Роство». Жахары Агрогородка Речки первыми в Могилёвском районе долучилися до по-особного сбора смеття. Тут з'явилась больше пау тысячи одинок новых сметцявых контейнеров. Такой инициативой Могилёвского жилкам ГАСа мясовые господары засталися задоволены. Черга Жахару за корыстными подарунками у Агрогородка выстроилась с самого ранку. Идея по-особного сбора смеття затекавила и Миколая Мармузевича. Надо же идти в ногу со временем. Хватит уже мешки таскать. Надо же жить по-людски. Ну, будем пробовать. Надеюсь, что получится все нормально. У комплекте два контейнера. Чёрный для твердых коммунальных отходов. А всё, что идёт на перопроцовку, например, паперу, пэт-бутыльки, пластык, треба выкидать у жёлтые. Это действительно шаг вперёд. Уйдёт в небытие мешки возле дома, пакеты, которые разрывают собаки, и мусор валяется. В общей сложности сегодня мы планируем раздать 520 контейнеров. Это на каждое домовладение по два. Это вот 260 домовладений сегодня могут стать счастливыми обладателями этих контейнеров. Яку докладнили у райвы конками. Усё смете накеровывается оператором другостных материальных ресурсов. А лишь по особный сбор дозволить, бодай, что на полову скоротить объём працы. Сегодня у нас сортировка достигает до 25%. Это хороший показатель. Но когда люди будут сами сортировать, то есть вы понимаете, что одно дело – это выбрать из большой кучи мусора вторичные материальные ресурсы. А если человек подошёл к этому ответственно и отсортировал сам изначально отходы, машина придёт за отходами одного класса, на следующий день придёт за отходами второго класса. С новыми атрибутами своего двора Миколаймар Музеевич стал инакше ставиться до сметки. А теперь я его выкидываю только по правилах. Вот плашмас, плашмас, я так понимаю, мы в жёлтую ложим. Вот. Ну а здесь. Вот так. Такой процесс. Удобно? Конечно, удобно. Ну и как бы покультурнее получается. До речи, приезжать за сметем специалисты жил Камгаса будут сгодна графика. Вслед за агрогородком Рыжки до конца года такие контейнеры изъявятся у агрогородку Буниши. У планах же на наступный год с участными сметевыми баками цалком забеспечить увесь район и долучить ягода по особного сбору смеття. Юлия Нашлыкова, Александра Артемию, Дианис Жавина. Новины региона. На передо дни колядных и новогодних святов промысловое предприемство и организация Могилёвской в области потребляют разные доброченные акции. Такие, как наш телемарафон «Сагреем дитяче сердце». На Бобруйском филиале «Бабушкина Крынка» поспехово завершают вытворчий год. И готовы брать уделу в доброченных проектах для допомоги детям. Настроение позитивное, работается дружно, хорошая команда. На Бобруйском молочном предприемстве что сутки перепроцовывают две сотни тонн молока. Диаку воробляют у соредних 10 тонн творогу, до 80 тонн пакетованных молока и 10-20 тонн сметаны. Мы прирастаем ежегодно в этом году по производству цельномолочной продукции. Мы уже вышли на 124% к 2019 году. Поэтому мы с улыбкой, с перспективой, с уверенностью смотрим завтрашний день. Сыровину нам предприемства поставляют с Глузского, Кировского и Бобруйского районов. Развозят продукцию по Бобруйску, Минску и всей краине. Працуют на Бобруйском филиале 300 человек, за яких две трети – жанчины и усеяны – спогадливые и чулые люди. Мы даже группами собираемся в интернете. Животным, людям, детям, больным тоже помогаем. И как производство – это, наверное, хороший труд и помощь. Работники предприемства говорят, что коллективы у них добрые, керауниство отказное. И какие бы ни были часины, все витают доброчинность. Кому сейчас легко, сейчас всем трудно. Пусть смотрят на нас, другие посмотрят, будут тоже участвовать. То есть надо смотреть на других и другие потянутся. Хочу пожелать всем здоровья, самое главное в этой жизни. Верить в удачу, ну самое главное – жить. На наступный год перед Бобруйским филиалом Бабушкиной Крымки стоит новая задача – довести до 250 тонн у сутки перапразолку молока. И это будет амаль, что полная загрузка вытворчих могутностям. Средний заработок работников перевышает тысячу рублей. И новые объемы, чакается, принесутся большие доходы. И это еще одна нагода сегодня поделится. Да помогает им, кому живет сытяжей. Найперш, детям. Конечно, мы жалеем детей. Мы сами родители. У кого-то есть родители, а у кого-то нет родителей. Поэтому мы с радостью помогаем тем обездоленным детям, которым не так повезло, скажем, как нашим детям в жизни. Илона Иванова, Юра Уласцов, Новинирегиона. Нагадаем, 18-го снежня. Пройдет доброченный телевизийный марафон с агреем дитящее сердце. Мы притягиваем увагу до потреба у детей, что оказались у тяжкой житевой ситуации. И установим, где выховывают детей с обмежеванными махчимостями. Наша сдымочная группа наведала Могилевский центр коррекционно-развивающих о навучании и реабилитации, який был дельником минулых телемарафонов. Могилевский центр коррекционно-развивающих о навучании и реабилитации находится в будинке, где ранее был дитячий садок. Лейсвецы тут в узкие, чтобы сделать стационарный подъемник. И вот в час минулых телемарафонов собрали гроши на гусеничные. Удобнее стало поднимать детей. Если ранее нам нужно было с инвалидной коляски брать на руки ребенка и поднимать за руки, то сегодня он легко усаживается на коляску, с коляскки переезжает вместе с гусеничным подъемником на этаж, поднимается. И кроме того, это доставляет еще и удовольствие ребенку. Он получается как за живем автомобиле. Техника, рассказывают, во установе практичная и изручная. У нас немножко узковатые лестницы и межлестничные площадки, поэтому трудновато разворачиваться. Вот вы видите, тут и проемы дверные тоже узковатые. То есть если все помещение предусмотрено для детей с такими особенностями, то эксплуатируется хорошо. Я благодарна Белорусскому детскому фонду, Могилевскому отделению и областному нашему телевидению за ту акцию. И, конечно же, горожанам, которые помогли нам собрать необходимое количество денег для того, чтобы привезти гусеничный подъемник. 18-го снежня телерадоакомпания Могилевсу местно с Могилевским отделением Белорусского детячего фонду ладить чарговый телемарафон, подчас якого будут избирать сроки на допомогу детям, которые имеют в этом особливую потребу. Долучиться до этого может каждый. Татьяна Сергеичек, Миколай Соболев, Новины Региона. Могилевские биатлонисты гэта зимой у першыню стали на лыжню и тем самым открыли сезон снежных тренировок. Снег на лыжероллерной трассе, поколь что штучный, а ли тренеры упынены, что легкий морозец, який прогнозуется на протягу месяца, не спынет тренировочный процесс. Репортаж с первой тренировки глядите далей. Лыжи и лыжероллеры немного отличаются. Сегодня мы первый раз на лыжах и мне первые метры дались нелегко. Это лучшие ощущения, которые могли быть. Наконец-таки на лыжи стали. Этого очень долго ждали на самом деле. Зменившие лыжероллеры на соправданной лыжи, могилевские биатлонисты выехали на трассу. Для полновартостных тренировок потребны снежный круг у полтора-два километра. Покуль на дворе зимними опадками не надо радуя. Белую постелку створая снежная гармата. И хоть с тренировками спозднились, а ли все же сезон почали ранней, чем летось. По сравнению с прошлым годом, конечно, лучше, потому что в том году практически морозов не было. А в этом году все-таки нас радует. Уже несколько дней держится минус хороший. Пушки заработали, снег сыплет. И по прогнозу, как я смотрел, все-таки есть минус. Немножко теплее там будет, но тот минус, который прогнозируется, он будет давать возможность снегу сохраняться. И будем мы тренироваться. Теперь на лыжероллерной трассе у полыковичных спортсмены будут тренироваться что дня. Алексей признается, снежные эмоции. Перший круг до спортивных перемог. Алексей, расскажите, давно ждали этого момента, когда выйдете на трассу? Да, ждали давно. Сегодня не получалось никак покататься. Хотелось. Все в Раубичах на себе без снега катаются, а мы тут как-то без снега. Но вот сейчас наложили подушку, есть шанс покататься, подготовиться к старту зиму. Перший старт для могилевских биатлонистов пройдет уже восьмого студеня у Раубичах на республиканских споборницах. Юлия Нашлыкова, Миколай Соболев, Новины региона. Шесть проектов от могилевской молоди трапили у областной этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». В уголе представленные идеи молодых людей казались досыть креативными. И что самое важное, не надто затратными, как реализовать у повседенном житти. От пожилного коктейля мясовой творчести до проекта моста «Прозраку Днепр» у областным центры. Пророщенные зерни взяли за основу своих проектов у дельники от Магилевского державного университета харчевания. Идея про здоровый ладжиття и природную прогожусь. Это косметичная маска и зерневый коктейль, як правильный перакуз. Распрацовки уже отримали патенты, теперь могут поспехово ожитявиться. «Хотела бы, конечно, чтобы данный проект реализовался, и чтобы коктейль этот был в продаже, чтобы любой потребитель смог его приобрести и попробовать обязательно». «Будущее, все-таки, я думаю, за нашим отечественным сырьем, так как мы, я думаю, вполне возможно заменим не полностью, но частично зарубежную продукцию». Посыл сделчат Пакшуты обо два проекта трапили в областный этап конкурса. А 8 молодые конструкторы с БРУ спроектовали модель моста «Прас Днепр». Конкурс на лепшую идею, кали памятайте, обвестил и Гарвы Конкам. «Большая проблема соединения Октябрьского и Ленинского района. То есть пешеходных мостов у нас, по сути, нет, именно пешеходных. И людям приходится очень большой круг делать, чтобы попасть в центр тот же самый парк Подниколья». «Фишка этого моста была то, что мы сделали стеклянную крытую галерею. То есть люди могут, допустим, укрыться от дождя, это очень удобно. А второй проект у нас был представлен в виде вантового моста, которых у нас по Беларуси очень мало, и он сам по себе будет изюминкой города, то есть он будет очень красивый». Усе идеи журы оценивают небескрытыки и зауважая. Так и они подказывают конкурсантам шляхи для дальнейшего развития. «Это все во благо этим проектам. Мне очень хочется, чтобы они все добились больших результатов, чтобы у них получилось стать крутыми стартапами, чтобы они заработали много денег и продавали свои идеи. В общем-то, собственно говоря, все ради этого. Поверьте, системные инвесторы не вкладывают в проекты, они вкладывают в людей, которые их двигают. Они вкладывают в те самые горящие глаза». И, до речи, таких прикладов монетизации идеи немало. Цепер до областного этапа удельники могут допрацовать и удосконалить свои проекты. И уже этим «Снежним» доведуемся, кто трапит в финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Жадаем успехов. Снежина Крыжевич, Кристина Каранкевич, Виталий Алексеенко, Миколай Соболев. Новины региона. У Могилевской области распочалась добрачная акция «Цуды на раство». Ее визитовкой стала «Ёлка Жаданню». Она з'явится у гандлевых центрах. Упрыгожать елку жаданню по час добрачной акции «Цуды на раство» не только новогодние цацки, але и листы «Дзяду Морозу». Яны от детей, яким потребна допомога. Выступить у роли чаровника зможен любой человек. Для этого необходимо набыть подарунок для авторов этих листов и покинуть его у специальных скрынях. Выники добрачной акции волонтеры подведут на 5 дни Нового года. Организаторы сподяются, что справятся ожидания больше, чем по сотне маленьких же хорома Елёвшина. В этом году по результатам областной благотворительной акции волонтерами «Доброе сердце» будут переданы подарки трем центрам коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Это города Кричево, Климович и Черикова. Любой желающий может поучаствовать в данной акции стать волшебником. Надворье наснежен вельми перамедливым выдается, кажут синоптики. То снег, то соненька морозит, сменяется плюсовыми температурами. Так, после ясного надворья учать верб прогнозуется повеличение в облачности, без истотных опадков. На дорогах гололедится ветер порывистый до 14 метров за секунду. Уначе до 10 градусов мороза в день – минус 1, минус 6. По информации об Лгидромета, в ближайшие дни надворье будет вызначаться заходная периферия антициклона. В пятницу характер надворья поменяется. Часом пройдет мокрый снег и дождь. Месяцами на дорогах гололедится. Порывы ветра застанутся. А вот температура будет перемедливой. Минус 3, плюс 2 градуса. В субботу все снова поменяется. Слупок термометра поедет у минусовые температуры до минус 5 градусов в день. И снова чекается без опадков. И в неделю снова все на дворот. Опадки дождь и мокрый снег. Слабый туман и гололедится. В ночи до минус 7 градусов в день минус 4. И снова плюс 1. Самые актуальные новины в области на сайте ТВР Могилёк. Робка баяет так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Жадаю вам доброго здоровья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова